30-32 стих. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Если будем считать от Авраама, это практически 2000 лет, от Моисея 1600 лет. Израиль искал праведности. Речь шла о 600 заповедях, которые человек должен был исполнять, чтобы получить праведность. То есть постепенно накапливает потенциал праведности. Вот притча, выведенная Христом. Зашли два человека в храм помолиться. Оба еврея. Один махнул рукой на праведность свою. Он ни одного слова в свою защиту сказать не мог. Единственное, что мог говорить, будь милостью ко мне грешному. Погиб я, пропал безвыходно. А второй много имел за собой корабль, груженный добром. Два раза поститься в неделю. Откуда они это взяли, никто не знает. Ни один толкователь. Готовая православная среда пятница. Даже не надо переводить-то ничего, все к одному. Десятину платит, но десятины, особенно, не приучили сплотить, свечки, там, в десятикратном размере дороже, все равно уходит туда десятина. Но главное, достоинство его, что он считал сам себя настолько праведным, я не такой, и всех перечислил. То есть он их не первый день видит, как прочее. Что кается человек, что он уже не стой, что он этого ничего не видел. Ну, это древние евреи над евреем, там, измолит. Сегодняшние фарисеи намного хуже. Над этими фарисеями еще другие фарисеи. Они этим фарисеям не решают даже в храм пойти православную помолиться. Суть-то вот в чем. И сами не приходят. Тогдашний фарисей стоял, а сегодняшний фарисея даже не идет в храм. Он судит сам за пределами где-то. Когда начинаешь смотреть на эту праведность иудейскую, она никуда не делась. Возникновение этого монашества было не на пустом месте. Перед этим прошли евреи. Они искали праведность от закона. Я уйду в пустыню, все брошу, уйду еще дальше лучше. Залет в ебре на пустыню, на вершины горы. И там буду одним колешком неделю питаться. Один финик на месяц растяну. Вот это сама праведность. И она не сегодня установилась-то. И бросили с этой праведностью практически на две тысячи лет. Вызов Богу. Считаю снова. Что же скажем на это? Прямо вопрос стоит. Сказать-то нечего. Я одно могу сказать. Евангелия не было. Со Христом не встречались и не знали. И вывели какое? Лозунг вывели, твердый. Самый плохой монах, лучше, самого хорошего мирянина. Имеется в виду христианина. Да ведь до этого-то евреи не дошли нигде. Если Ахиор обратился, принял обрезание в книге и уйдив. Они его приняли, написано, расцеловали первосвященник и все. У евреев было одно только праведность заключалась в самопревозношении, ни с кем не знать все. Четвертая книга, старт, семнадцатая глава. Тридцать пятый стих. Считаем, так образовалась Самария. Посторонние народы, другие завалеванные были переселены на их место, а те выселены. А потом священник одного дали на всю округу, и он приходил и учил этот священник. Но они чтили Бога и Его, чтили своих богов. Вот эта самарянская смесь, как коктейль, дожил до времен Христа. Но, ознакомившись с религией Бога и Его, некоторые очень страстно желали быть праведными. Но выхода не было. Евреи их приучили к одному. К нам не приближается, чтобы ближе двух метров не было. Не дай Бог, ты разговариваешь, слюна на меня попадет. Ему сорок ударов палка за этой евреей будет. Он отвернился слюной. А вот когда это встретилось, самарянка со Христом, то мы не видим за 700 лет ни одного праведника, который отвергался самарян. А самарянка вошла в число святых. Все перевернулось. Ведь сегодняшние вот эти великорестские ходы, крестные ходы, что с ними, у них интервью берут. Зачем? У меня дочь больная, сын наркоман, пьяница. Надо, я пойду и мозоли набью, я там покажу месяц, и может быть как-то Бог услышит. Да сегодня мы читали, что Господь попалил веру того, кто даже Христа домой не пустил. А только скажи одно слово. Ведь все эти путешествия к Киеву, к мощам, все это неверие. И оно уже заложено было иудеями. Что же скажем? Вопрос стоит-то, что же скажем? Павел разбил как бы руками. Иудеи не достигли праведности. Как я благодарен русскому канонизированному святому Киапану-затворнику, который сумел сказать то, что мой язык не мог сказать, да мне бы никто и не поверил, что благодать-то благодать, и да она еще рассказывается на три часа, на три ступени. Это он сказал. Игнатий Венчиннин, а то он не пришел, не стал праведностью от закона. Он самый настоящий иудейский дух имел. А Киапан-затворник увидел благодать, послает благодать. И она из легких всех первых призывающих проповедь. Проповедь. А второе, от нас не зависит. Благодать обращающая. А теперь идите ко Христову, не секту. Благодать освящающая. О, Киапан. Одной этой фразой ты оправдал всю свою жизнь. Он показал, что ему Бог это открыл. Во-первых, праведность зависит не от дел закона. А дела законные, а и у нас дела законные. Дела закона, что человек делает, они подтверждают, что ты с Богом. Они только подтверждают, больше ничего они не делают. А я хожу в храм все время, я ни одной службы не пропускаю. Молодец. Я не пью, не курю. Пожалуйста, в группу космонавтов можно писать. Да и праведность зависит от Христа. Написано. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А как? Скажи в молитве сразу. Ты сейчас, вот пока ты здесь сидишь, скажи. Иисус Христос, умерший за грехи мира всего. Войди в мою жизнь, Господи. Займи мое сердце. Будь Господином моим, Василийным. Иисус! Я принимаю тебя с твоими заповедями, с твоим духом и ты. Живи со мною. О, Иисус! Добрый пастырь, обец. Помоги мне исполнить данные тобой заповеди. Заповеди, которые делает человека святым и чистым и праведным в твоей святости. А так, может, я в церковь не хожу, потоп, не любви, Евангелие есть, я считаю, не ворую, нет. Все правильно рассудил. Но праведность иудейская. Язычники-то не искали этой праведности. И получили как оказание приняли Христа. Они веру его приняли. Почему? Толпы язычников наполнили церковь, вызывая отвращение праведных иудеев. А потом иудеи остались в стороне, позади далеко, и объявили войну в вере христианской. Сегодня уже показано документально, что Нерона, Вагонения и другие были вызваны еврейскими наветами перед императорами. Они показывали христиан врагами отечества, врагами нации, врагами империи императора. Вот откуда слово «рак народа» идет. Что такое праведность? А Израиль искавший закон о праведности. Притом искал ни день, ни два. 1600 лет на установленные законы и не получили праведности. Вообразить нельзя. Миллионы людей утром вставали только одно. Как бы не согрешить перед Еговой? Как бы не нарушить субботу? И они вывели. Если весь Израиль до одного человека 2-3 субботы не нарушит, не селит. Мишаак обязан прийти. Он обязан просто, потому что святость достигла свечения. А Господь-то пришел, говорит, спасти неправедников, а грешников. Ты призови Господа и спасешься. В один день, сейчас, всякий, кто призовет имя Господне, всякий. Помяни меня в царстве. Он даже не думал, мое имя мое, чтобы не исчезло. Как восстановить сели умершего бездетным, чтобы имя, моим именем величался. От брата родится, а моим именем будет величаться. А Господь ему сказал такое, что ни один еврей и допустить не мог. А то он разбойник был, но надо думать, что еврей. Он потерял представление о жизни, для чего живет. И вдруг его осенило, он праведник. За что же его убивают? За что умерли такие муки? А мы по делам нашим. Он бы не спригал, а за судей, может быть, запирался, не сознанку играл. А здесь он исполенился. Вот не хватало следователей, чтобы все записать. Все, сознался. Помяни меня, Господи. Поверь, сегодня же ты будешь со мной в район. Сегодня ты будешь праведный и очищен. Вот для чего Господь дал церковь. Церковь крещения. Человек ходит сюда, как Златоуст говорит, влетает коршун, ястреб, а вылетает нежная голубка. Пятнобарство уходит. Эфиот меняет кожу. Бытие 15.6 Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Поверил, что Бог будет с ним, что он не покинет, дарует ему землю. Поверил, что он даст ему сына. Богу надо верить. И надо себя все время проверять. Вот у нас сегодня ночью заболел человек. Ну, бывал, заболел. Ну, я один улет. Насыпались на машину тех, которые вчера приехали. Уехали. Это неверие. А чем я уехал? Только на машину пустых идет. А вы же нам не сказали. А что же буду говорить? Я разве могу пробить ваше неверие? Да если ты для Бога пошел на край света, иди не думай, как возвращаться. Бог проложит путь. В один день. Серапион добирался 70 дней до Марка Фраческого, до пустыни. А то я только шагнул и светое дома. А как я добрался? Не знаю. Как апостол на погребение Божьей Матери на облаках были принесены. Чего испугались? В среди ночи. И уехали, и нет. Вчера приехали, и сегодня никого нет. Такое торжество. Крещение человека, который долго добирался до этой ступени. В один день всех смахнуло. Это лучшее доказательство неверия. А праздник только шофер, который повез больную. Ну, и то еще с оговоркой. Если он будет говорить, прости меня, Господи. Я вместо литургии. Да сходит там где-то еще. Вот оно где, праведность во Христе. Я тебе, Господи, верил в все. А если я верил в все, мне уже не надо ни о чем в этом заботиться. О чем люди мира сего тревожатся. Мы сегодня слышали апостольское чтение о праведности, даром и Богом. Праведный человек и неправедный. Определяется вера во Христа. Кровь Иисуса Христа, а мы он ото всякого греха. Ты можешь молиться день и ночь. Ты можешь стоять в алтаре. Купить большую бочку, наполнить святой водой и не вылазить из этой бочки. И прямо из бочки в ад пойдешь. С причастием во рту в ад пойдешь. Если ты не имеешь крепкой веры во Христа и Ему не доверился. Причастие не спасает. От Него многие больны, мало умирают. Почему? Не доверились к праведности Божией. А если доверился, а я верю, как попало поступать. Не доверился. Потому что я и Отец придем и обитель сотворим. У меня хозяевами будет Отец и Сын. Как просто все. Старозаконие 6.25. И в этом будет ваша праведность, если мы будем стараться исполнять все свои заповеди перед лицом Господа, Бога нашего, как Он повелел нам. Но мы получаем праведность во Христе, и Он нам дает силы эти заповеди исполнять. Ты должен на другом уровне чувствовать. Вот появился у нас деревня человек и счастливец. Всем известно. Не останавливайтесь, не разговаривайте с ним. Он будет только заражать вас. Ты сотвори молитву, пройди мимо. Не приветствуйте. И приветствующий Его участвует в злых делах Его. Как это не понять? Если ты праведный, ты береги твою праведность. Написано, гнушаясь даже одежды Его. Значит, твоя одежда такая же, ты не боишься? Ты ради интереса подходишь. Написано, скачи, как от змея. Сотвори молитву, перекрестись, открести Его крестным знаменем. Отойдет меня сатана, ты мне соблазн. Храните праведность, даруемую нам во Святом Хрещении. В благодати освящающей, что мы находимся в истинно православной Церкви. Церковь подчеркивает постоянно человек, который в Церкви, вне Церкви. Третья часть литургии, оглашенный, изведите. И трижды возглас. Сегодня кое-где, да во многих местах в Церквах исключили это. Почему? Они знают, кто отношенно. Вообще исключили. А раз исключили, значит литургии нет. И никто не скажет, дом ваш пуст. Литургия подготовительная простамедия, к литургии верных, которая идет. Ради литургического канонма, когда священник вознимают руки. Когда хлеб превращается в тело Господнее. Благодать освящающая. И наконец поняли, что ничего нет, и просто эти слова все стали выбрасывать в храм. И как будто не видят ни патриарх, ни кто. Тьма сгустилась. Написано, мрак сгустел. Праведности Божьей не доверяется. А кого мы будем изгонять? Да никого сам уйди. За собой всех выведи, храм закрой на замок. И там, начиная в ограде проповедовать. Познакомь, надеюсь, с Иисусом из Назаресов, рожденному Делой Марией. Познакомь, что Он грехи мира взял на Себя и Твой грех. Чтобы люди поверили, что кровь Иисуса омывает от всякого греха. Причем не 10 дней омывает, а сразу. Как ты это призовешь? Корозаконие 9.4.5. Когда будет извинять их Господь Бог Твоя от лица Твоего, не говори в сердце Твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей. Не за праведность, за наше доверие. Мы поверили Богу. Бог неозыданно смирил сердца начальствующих, губернатора, дали регистрацию, подверили электришество. Это все страшное чудо, что храм Божий, что нас терпит епископ. Мы практически признали патриархию, не входя в нее. И к нам митрополит Эларион расположен. Все это не за праведность наша. Не за то, что мы знакомы, близко с ним. Бог. Бог знает наши тайные стенания. Как мы желаем остаться неповрежденными. Наполню там благодарностью Богу, что Дух Святой побуждает меня сказать. Ведь сегодня, если бы люди верили истинно в Бога, они бы местных божков не строили. К Серафиму стекается вся рачивая. Серафима-то местный божок. И о себе о недостатках никаких не писал. Один из представителей элиты церковной, Иоанн Кронштадтский, писал в дневнике. Так какой же он благословенный. Мы через дневники только узнали, какие страсти его мучили. Он переживал за митр, за дымленный. Я, говорит, разгневался на женщину, неправильное ребенка поднесла. Но у него была глубокая вера. Но я помолился Господу. И мне налегко стоило на душе. Я почувствовал, как все просветлело. Иоанн Кронштадтский дневниками оставил нам больше, чем сегодня тысячные крестные ходы. Я такой же, как все. Я страстный человек. Но он уповал на Бога. Ночь моя, роса божественной благодати. Осенней душу мою омой меня. Он постоянно вопиял. Он не написал больших трудов никаких, никаких произведений. Его дневники – это сокровище, где он ничего не скрывал. Он представил перед нами такой, как есть, обыкновенный батюшка Иоанн, которого топтали, которого давили священники. Книга Иоанн 33, 26. Будет молиться Богу, и он милостью к нему с радостью взирает на весу его и возвращает человеку праведность его. Ты только возопи Господу и скажи, владыка, потерял я. Верни. Притча 11, 19. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти. Вопрос какое зло? Самое главное зло – неверие, отступление от церкви. Ты – Христов. От Нему ли члены тела Моего и сделали членами блудницы? Потому что Мои члены все принадлежат Христу. Просто вопрос. Что бы ты ни делал, ставь себя в позицию принадлежности к Богу. Это Мое. Но оно не Мое. Твои дети, они не Твои. Твое умение в съестнике разбираться – это не Твое. Тебя Бог возлюбил, Тебе так дал. Тебя расположил в сердца людей, дали тебе работу. Это Бог мой. Не то, что ты умеешь с людьми ходить, сходиться, такой ты за панибрата. Нет. Потому что Бог любит тебя. И Он дал тебе праведность. Ты можешь никакой в церкви, но в глазах мира ты все равно отличаешься. Не потому, что не пьешь, не куришь, а и вид твой, и с бородой, и в поясе. Это все будет говорить о том, что внутри тебя от Бога очень много. Исайя 64, 6. Все мы сделались как нечистые. И вся праведность наша как запачканная одежда. Вот Израиль пришел к нему. Исайя им показал. Вы считаете себя праведными? Да вы даже одежду ни разу не постирали. Вы грязные. Я услышал даже другое у одного святого. Может быть, этот Он уже взял из воображения своего. Вся наша праведность, как подвязка нечистой женщины. А когда задумаешься так, избавимый от кровей Божи, Божьего спасения моего. Какая же тут праведность и чем надневаться? Как превозноситься, что моя молитва выше другой, нельзя молиться? Признаешь Святую Троицу? Благодарение Богу. Да и аминь. Никогда не спеши со словом еретик. Ты можешь похулить Духа Святого. Ты будешь богокульником, где люди славят Бога. А ты скажешь ересь, сектанты и иеретики. Я ни на одного священника не могу сказать, что нет благодати там. Он против нас воюет. Он клевещет. Он не знает, что говорит. Совершенно безумные слова. Столько бы не объявила ее еще безблагодатным. Я умолчу. Я знаю только, он не прав. Языки Илья 14,14. И если бы нашлись все земли три мужа, мой, Даниил и Ио, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь. Не терапим, никто нас не спасет. Вот образец. Праведность наша от Христа. Вот как только человек обратился к Богу, принял хрещение, он святой. И Павел пишет письмо и говорит, избранным, святым. А дальше перечисляет, у вас есть грех, которого даже в мире нет греха. Так ты кому, Павел, пишешь? Святые или грешники? Отдельные люди, грешники, впали в грех. Но они были святы, святые еще с утра. Из Икииля 33,18. Когда праведник отступит от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. Значит, в праведности во Христе большая опасность для жизни плотской. Надо с утра и до вечера помнить это. Ящадо Божие. И Бог может не потерчеть, а просто убить за отступление от Него. Матфея 5,20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников-парисеев, то вы не войдете в старство небесно. Христос очень часто говорил о праведности. Наша праведность должна быть превыше всего. Она во Христе. Тебя спросятся, ты праведный? Да, несомненно, я праведный. Почему? А я был в храме, получил благословение священника. Я молился. Я верю в Христово кровь, а мы сильна нечистоту порока. И отойдет от вас вина, как запад от востока. Римлянам 10,3. Ибо не разумея праведности Божией, и усилия и спасая собственную праведность, они не покорились в праведности Божией. Это в чистом виде все относится к монашеству. Римлянам 10,4. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Десятый стих. Сердцем верует в праведность, а устами исповедует ко спасению. Ты можешь быть праведным, но не спасенным. Если ты будешь свидеть. Человека не загонять надо куда-то отдельно, а свидетельствовать. Поддерживать связи с херетиками, писать им письма. Благословены твои руки, которые напишут ты из речения святых отцов и каноны. Тем более у нас есть возможность послать им книги противосектантские. Успевайте делать это. С кем вы знакомы переписывались, держите их все время в списке тех, за кого молитесь. Семнадцатый стих. Ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И 2 Коринфянам 6,14. Не преклоняйтесь по чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием. Вы знаете, человек отлучен от церкви. Продолжая творить беззаконие, не разговаривайте, не приветствуйте, не здоровайтесь. Иоанн очень заботился о праведности и говорит, приветствующий его. Участвует в их делах. А я даже не знаю, участвуешь. Да отвернись от него. Пройди мимо. Сотвори молитву. Примудрость Соломона 1,15. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. И 8,17. Если кто любит праведность, плоды и осудит добродетель, она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезней, которых нет ничего на свете. И примудрость Соломона 15,3. Знать тебя, мудрость, есть полная праведность, и признание власти твоей, Господи, корень бессмертия. Хвалящийся написано. Хвалит Господа, что знает Господа. А как знать Его, что Он умер за нас? Знать Господа, это поверить, что наши грехи Он взял на себя. Поверить, что Господь говорит, приходящего ко мне не сгоню вон. Никогда не говори, что я недостоин. Бог вынес другой вердикт. Любой, приди ко мне. Воззови ко мне, и я услышу тебя. Исерахов 27,26. Если кто обращается от праведности ко греху, то Господь уготовит того на меч. Как надо бояться этого? Лучше бы не познать пути правды, нежели возвратиться назад от Господа, от преданной заповеди. Это как свинья идет валяется в грязь, и как пес, который изблевал, а потом идет сожрать. Итак, мы приближаем к праведности, которая от Господа, через благодать, которая нас призвала, мы поверили Слову Господа, которая обратила нас и привела в святую и православную церковь, да сохранит нас Господь, чтобы таинство принимать нам неукоризненно, безгрешно, свято. Аминь.